Роботы вместо кукол, самодельной книжки, утренняя зарядка на роликах. В детских садах все чаще появляются необычные методики развития. Воспитатели закупают модные гаджеты, создают лаборатории и готовят из малышей будущих хоккеистов. Где в Сибири работают самые необычные детские сады, расскажет Юлия Боброва. В этом детском саду малыши, выходя на прогулку, обувают не ботинки, а ролики. Так здесь проходят занятия физкультурой уже третий год. От такой зарядки никто не отлынивает. Летом катаются на роликах, а зимой на коньках. Все под присмотром преподавателя. Впрочем, большинству уже и поддержка не требуется. С детьми работают специалисты. Вот видите, поэтому специалист, он и знает, как построить работу. Просто дилетантам мы не доверяем такие вещи. Тренер высшей категории, который прошел специализацию вот именно по хоккею у самого третьяка. Для девочек хотим еще танцы на льду, чтобы дети занимались фигурным катанием. А кому-то наоборот интересно развитие интеллектуальное. В этом детском саду в Новосибирске растут будущие инженеры и программисты. Так говорят сами дошкалята. Инженер – это человек, который работает и делает все очень хорошо. Иногда мне хочется стать инженером, потому что у меня очень много поделок получается из лего. Здесь рай для маленьких любителей конструкторов – лего, роботы, а еще различные гаджеты и умные доски. Как говорят воспитатели, они не стали бороться с увлечением современных детей компьютерами. Наоборот, сделали техническое образование приоритетным. Начали преподавать математику, программирование, сделали лабораторию для экспериментов. В итоге к школе дети уже могут собрать робота или написать несложную программу. На самом деле для детей – это игра. И с помощью этой игры детям можно донести какую-то информацию, которая им, я думаю, в жизни пригодится. Им можно рассказать, как устроены предметы, которые нас окружают. Им можно рассказать какие-то законы механики. Очень элементарно, очень просто, но для них интересно. Но иногда главное не гаджеты и современные игрушки, а ценные кадры. Амичка Светлана Сахарова работает в детском саду больше 10 лет. Пособия для занятий с самыми маленькими воспитанниками она не покупает в магазине, а шьет. Книжки из фетра, панно с пуговицами – это ее авторская разработка, которой уступают фабричные развивающие игры. Я могу вам привести пример. Когда я купила игру, мне казалось, что это очень хорошая игра. Там нужно подобрать недостающую часть к предмету. Но когда я ее открыла, то я увидела, что все картинки абсолютно не связаны между собой. И большая проблема у нас именно с моторикой. И поэтому я начала заменять картинки вот этими материалами. Благодаря этим самодельным пособиям Светлана стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года». Финал уже этой осенью. Юлия Боброва, Алексей Попов, Никита Лобиков, Светлана Шуваева. Новости здесь Омск.